В завершение о спорте айхальские дзюдоисты вернулись с соревнований. Успешно выступив в сентябре на первенстве Дальневосточного федерального округа, они завоевали путевки на российский чемпионат. Подробности в сюжете наших коллег. Первенство Дальневосточного уровня стало первым соревнованием для ребят после игр «Дети Азии». В Хабаровск отправилось трое айхальцев. Али Агаев и Ахмеднабий Абдулмуслимов заняли второе место, а Валерия Хоботнева завоевала золотую награду. Успешное выступление на первенстве, путевка на всероссийские соревнования в Оренбурге. Конечно же нужна техника, скорость. Но главное, чтобы больше по сборам ездить, перед соревнованиями нарабатываться. Ребята осваивают древнее боевое искусство в спортивно-оздоровительном комплексе «Алмаз». Здесь тренируются дзюдоисты от 8 до 17 лет. По мнению спортсменов, секрет успехов дзюдо – соблюдение здорового образа жизни, уважительное отношение к оппоненту, физическая подготовка и самое главное – желание. Младший брат пошел на тренировки. Ну, папа просил, а я его водила на тренировки. И самой потом понравилось, как занимаются дети. Просто спорт, самой для себя. Хотела, хотелось раньше, самой для себя, а тут начала выезжать. Ну, Степан Степанович заметил, что я очень способная. Занятия проводит тренер-преподаватель Степан Кельзин. Каждому спортсмену нужен особый подход. Раскрыть потенциал ученика необходимо максимально. Вы знаете, я такую цель не ставлю, чтобы, допустим, были там разрядниками, мастерами. Есть, конечно, дети одаренные, с ними, конечно, больше внимания. Ну, а так, я все-таки еще раз повторяю, наверное, чтобы они были крепкими, здоровыми детьми. Ну, защищали родину нашу, республику, и дальше продвигались. Потому что соревнования, без соревновательного процесса детям неинтересны. Ранее юные дзюдоисты Айхала неоднократно становились призерами соревнований. От районных Спартакеат до международных игр Дети Азии. Сейчас они готовятся к сборам, которые пройдут в Японии в феврале будущего года. Валерий Усманов, Александр Дамонтович, телеканал «Алмазный край».